Республиканский обучающий семинар собрал в одном зале представителей ведущих клиник, занимающихся трансплантацией органов и тканей. На повестке дня ряд вопросов, касающихся развития этого медицинского направления, а также юридических аспектов деятельности. Наука не стоит на месте, однако, к сожалению, не меньше становится и заболеваний, по причине которых человек может утратить работоспособность органа. Это для докторов еще один стимул к поиску новых решений. Пресс-регион уже на протяжении 10 лет лидирует по развитию органного тоннерства в стране. В 2011 году, с 2011 года, выполнено более тысячи эксплантаций органов и тканей, а это цена спасенных жизней. Уровень органного тоннерства по итогам 2017 года составляет 35 тонн на 1 миллион населения. В Бресте вопросы трансплантации органов давно вошли в число приоритетных. Многие хирургические вмешательства такого типа освоили врачи областной больницы, которая сегодня по ряду показателей является лидером среди аналогичных учреждений страны. Помощь и шанс для нормальной полноценной жизни здесь ежегодно получают десятки пациентов. «Это совсем другая жизнь, конечно, потому что, что значит гемодиализм, это очень страшно, это больно, это ужасно. Ну а почка, ты становишься другим человеком. Ну, естественно, то же самое надо диету соблюдать, нужно смотреть за собой, потому что у нас полностью почти что отсутствует иммунитет. Это тоже надо смотреть, ходить куда не надо, не есть что не надо и не контактировать с кем не надо». «У нас на данный момент в год где-то от 45 до 50 трансплантаций в год. В основном это трансплантация почки. За все время мы провели при помощи минских коллег две трансплантации печени, одну трансплантацию сердца. Провели более 20 трансплантаций роговицы, аорты, скажем, легочной артерии. То есть, в принципе, близкий регион является одним из ведущих региональных центров в Республике Беларусь в области трансплантологии». То, что жить нормально, полноценно можно и после трансплантации, подтвердило еще одно важное мероприятие – турнир по футболу, где на одном поле встретились врачи и пациенты. Правда, уже в других ролях – в ролях вратарей, нападающих, защитников. Да, сегодня они скорее друзья, чем соперники, однако на поле борьба шла за каждый мяч, за каждую передачу. Поддерживали своих фаворитов и трибуны. «Девинство этого мероприятия – трансплантация – это жизнь, потому что люди хотят жить, а жить хотят хорошо, а физическая активность и жизнь – это несовместимые понятия. Так что, несмотря на то, что люди находятся по разные стороны, как будто бы баррикад, но пациенты на данный момент после этого мероприятия, надеюсь, улучшат свой социальный статус, психологический, физический, и только приблизиться к обществу вашему здоровому». «Мы решили помогать один одному, вместе весело шагать. И люди, обычно люди после трансплантации замыкаются. Многие тяжело больные, перенесшие что-то серьезное. А мы не замыкались никогда, и я тоже не собираюсь. Я всегда в душе молодой. И многое еще хочется». Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Павел Малошонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «БУК-ТВ».